Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Сэм Фишер вернулся, однако теперь в нем сложно узнать суперагента в обтягивающем костюме, обвешанного шпионскими девайсами. Эмоции от игры сильно изменятся. Спустя чуть более полугода с момента выхода отечественного космосимулятора «Завтра война» разработчики подоспели с дополнением «Завтра война. Фактор К». Здесь учли большинство пожеланий микрохов. А также недавно в одном из московских игровых клубов состоялся турнир «Иксбокс Раша Геймс», собравший более 160 участников. Смею верить, что такого масштабного турнира еще не было в России до сих пор. И все самое интересное и необычное из мира компьютерных развлечений. А начнем мы, как обычно, с новостей. Отличная новость для всех желающих поностальгировать или прикоснуться к игровой классике. 13 июля поступила в продажу локализованная версия игры «Логово дракона. Побег из замка Синджа». А это значит, что отважный, но слегка туповатый рыцарь Дирк вернулся с игровых автоматов и заговорил по-русски. Нестаревшая аркада была переведена в полное 3D, ничуть не потеряв при этом своего мультяшного очарования. Спустя два десятка лет геймер со стажем может тряхнуть стариной и снова освободить прекрасную принцессу из рук злого волшебника. А также насладиться оригинальным пафосным саундтреком, фирменной анимацией и вкусить тонны черного юмора. Отечественные разработчики вовсю работают над локализацией амбициозного проекта под названием «Биошок». Этот шутер от первого лица обещает внести немалые коррективы в устоявшиеся законы жанра. Главный герой попадает в авиакатастрофу и оказывается в засекреченном подводном городе, раздираемом гражданской войной. Такая завязка, само собой, подразумевает соответствующий антураж и наличие продвинутых биотехнологий будущего. В числе нововведений называют возможность тотальной модификации всего оружия, вживления имплантатов, разнообразные способы убиения весьма неординарных противников. Совершить путешествие в морские глубины можно будет в не самом отдаленном будущем. Однако точной даты выхода разработчики не сообщают. У вас никогда не возникало желания принять образ миловидной девушки, оказаться в средневековье, переодеться в юношу и снять проклятие с Катерины Медичи? Нет? Или возникало, но как-то нет желания сгореть на костре Святой Инквизиции? В любом случае, скоро все это можно будет сделать без всякой опасности для здоровья в приключенческой игре «Нострадамус – The Last Prophecy». Как вы уже догадались, речь идет о дочери знаменитого прорицателя, на которую возложили нелегкую задачу по снятию порчи с особых голубых кровей. Но поскольку в темную эпоху раннего возрождения за женщиной не предусмотрено право быть следователем, героине придется прибегать к многочисленным ухищрениям, вроде переодевания в юношу, а также пройтись по десяткам достоверных интерьеров, познакомиться с множеством колоритных личностей и распутать кучу хитроумных головоломок. Выход инновационного квеста предсказывается на конец всего года. Независимые разработчики из Германии в поте лица трудятся над новой RPG World of Chaos. Игрока вновь переносит в мрачный фэнтезийный мир, где с самого начала времен не утихают междоусобные распри. В центре внимания угрюмый полуорг неизвестного происхождения, которому под силу изменить ход истории. Разработчики уверяют, что не гонятся за масштабами и создают игровой мир, строящийся на большом внимании к деталям. В наличии имеется три самобытных расы, несколько сотен ярких персонажей и широкие возможности для прокачки своего зеленого альтер-эго. Игра выйдет уже этим летом. В скором времени на территории нашей страны будет издано ролевое рубилово Call for Heroes – Кровь героев. Дебютный проект от студии «Квотикс» претендует на лавры бессмертного Диабла. Судите сами. Два персонажа на выбор – Воин и Амазонка, 15 карт, заполненных жуткими монстрами, испытанный годами сюжет о вторжении темного владыки и, конечно, злобный демон, ожидающий нас в конце кровавого пути. Ни много ни мало – Диабло. Такой, каким он должен быть в наше избалованное графическими изысками время. Начистить рыло темному владыке можно будет летом 2007 года. FIFA и Pro Evolution Soccer пройдены вдоль и поперек. Все соперники повержены, а все трофеи взяты. Пришла пора вывести на поле настоящих зверей. Кто победит? Беспощадные медведи из США или коварные коровы из Бразилии? Вероломные французские лягушки или жалкие польские цыплята? А может, аргентинские акулы? В игре «Зверский футбол» тебе решать, кому достанется титул чемпиона. Представлено 12 команд со своими домашними стадионами. И это еще не все новости. Не пропустите во второй части программы рассказ о готовящихся новинках. А вот игра, о которой дальше пойдет речь, уже вышла, обрела армию поклонников и обзавелась продолжением. Завтра война. Фактор К. Созданная по авторскому сценарию знаменитого фантаста Александра Зорича через пару мгновений в виртуалите. Спустя чуть более полугода с момента выхода отечественного космосимулятора «Завтра война» разработчики подоспели с дополнением. Завтра война. Фактор К. И вот неутомимый пилот Андрей Румянцев снова садится за штурвал и пускается во все тяжкие, но бескрайних просторах галактики. Действие продолжения происходит два месяца спустя после событий, описанных в первой части. Напомним, что, как и прежде, за всю литературную часть игры отвечает творческий тандем под псевдонимом Александр Зорич. Фактически она является космическим романом. Полноценным, отдельным. Количество текстов, которое было написано для нее во время ее разработки Александром Зоричем, оно просто огромное. Игравшие в первую часть, должно быть, помнят, что в игре было некое подобие классического любовного треугольника. Главный герой в промежутках между напряженными боями крутил роман сразу с двумя женскими персонажами. В конечном итоге он делал выбор в пользу одной из девиц. Или, как вариант, оставался вообще ни с чем. Продолжение есть небольшие заделки на любовный треугольник, но так как оно намного короче, развить его полноценно не получилось. Но при этом учитывается то, что игрок достиг в первой части. То есть, если он там остался одной из девушек, это будет здесь учитываться в некоторых диалогах. Действующие лица, число которых в «Факторе К» перевалило за полсотни, по-прежнему соревнуются в остроумии и толкают проникновенные монологи. Душ поклонский будет душ. По сравнению с оригиналом, подобных сцен стало больше, чтобы внести разнообразие в затяжные космические перелеты. Здесь учли все пожелания, ну, большинство пожеланий игроков. Многие там считали, что очень скучные миссии, поэтому здесь появилось много разговоров во время миссии, там, всяких шуток, кибауток. Что вы хотите этим сказать, старлей? Добавилось управление не только одним пилотом, но еще и звеном кораблей, которым тебе подчиняются. Поэтому игра стала еще более интересной. Очевидно, что в продолжении создатели игры постарались исправить все те недочеты, на которые жаловались игроки. И это, можно сказать, вполне удалось. В первой части этого не было. Многие жалуют, что есть большие перелеты, которые никак нельзя промотать. Есть функция ускорения времени, которая включается, и большие перелеты происходят очень быстро. Что же до, собственно, пилотирования, то процесс управления космическим кораблем не претерпел серьезных изменений. Не сложнее, чем управлять этим автомобилем. Даже, наверное, проще. Игра обросла множеством мелких, но приятных улучшений. Так, над планетами теперь кружат в причудливом вальсе настоящие объемные облака. Учли все пожелания игроков. Даже реклама стала менее навещательной. Ну да бог с ней с рекламой. Было бы интересно играть. А с этим проблем не наблюдается. Ведь «Завтра война» — первый по-настоящему играбельный российский проект в своем жанре. Далее в виртуалити. Сэм Фишер вернулся, однако теперь в нем сложно узнать суперагента в обтягивающем костюме, обвешанном шпионскими девайсами. Эмоции от игры сильно изменятся. И все самое интересное и необычное из мира компьютерных развлечений. И новости о самых громких готовящихся играх. С них и начнем. В последнее время увидело свет несколько дополнений к ведущим онлайновым РПГ, таким как World of Warcraft и Lord of the Rings Online. Вот и бесплатная Guild Wars решила не отставать и скоро обзаведется полновесным обновлением. Аддон под названием Guild Wars Eye of the North добавит в игру 18 многоуровневых подземелий, 150 новых навыков для десятка профессий, а также джентльменский набор в виде свежих предметов, титулов, оружия и комплектов брони. Игра по-прежнему не требует оплаты, если у вас уже установлена любая из ее прошлых версий. А выйдет она аккурат в последний день лета — 31 августа этого года. Любой американец слышал про Зону 51 — секретную военную базу США. Но никто точно не знает, что на этой базе находится. То ли сбитые летающие тарелки, то ли таинственные разработки ученых. А может, огромное хранилище солдатских портянок? Свою версию событий предлагают в игре Black Sight, который является продолжением известного боевика под названием Area 51. На сей раз нам дадут почувствовать себя в роли бойца спецподразделения десантников. Эдаких санитаров леса, призванных очистить небольшой провинциальный городок от нашествия злобных пришельцев. Обещают мрачную атмосферу, динамичные бои, богатый арсенал современного оружия и продвинутую систему управления отрядом. Поучаствовать в раскрытии одной из главных тайн современной американской мифологии дадут уже в сентябре этого года. Вслед за Xbox'ом на PC вскоре выйдет похорошевшая версия разрушительных гонок Flatout 2, получившая имя Flatout Ultimate Camp. Обновленная версия автомобильной аркады доставит немало радости всем любителям трюков, взрывов и масштабных аварий. Количество машин и их прорисовка заметно возрастет. Разгрому будут подвержены практически все объекты на трассе. Среди графических изысков появится динамическое освещение и реалистичные тени. А все столкновения в игре станут более красочными и детальными. А чего еще желать настоящему рыцарю дороги? Осталось только дождаться. Выход игры планируется ближе к осени. Австралийская студия Auron с гордостью представляет свое детище — онлайновую экшн-рпг Fury, которая ориентирована на сражение между игроками. Разработчики уверены, что игру следует опробовать даже тем, кто не в восторге от других игр жанра. И приводят целый ряд веских доводов. Во-первых, Fury будет подстраиваться под игрока, выбирая ему для дуэли наиболее подходящего соперника. Во-вторых, от мастерства играющего будет зависеть гораздо больше, чем от прокачанных умений или навороченного обмундирования. И, наконец, по заверениям создателей игры, ей достаточно будет уделять всего по полчаса в день. Желающим опробовать сие чудо, осталось лишь дождаться окончания бета-тестирования, которое завершится в самом скором времени. В сети появился долгожданный второй трейлер к GTA IV — игре, которая задолго до своего выхода успела стать предметом культа. Напомним, что в очередной части беспредельного симулятора бандитской жизни главным действующим лицом станет выходец из Восточной Европы, чья личность пока окутана тайной. Как и раньше, игроку придется навести фурор в вымышленном американском мегаполисе и пройти весь путь от мелкого угонщика до воротилы криминального мира, оставляя за собой вереницу окровавленных тел и груды искореженных машин. Забыть обо всем на свете и выпустить из жизни на неопределенный срок можно будет не раньше 16 октября 2007 года. В третьей части программы вас ждет еще одна порция новостей. Правда, не об играх, но от этого не менее интересных. Каких? Узнаете буквально через 10 минут. А пока рассказ еще об одном долгожданном проекте. Привет, меня зовут Томас Эжифрон, я гейм-менеджер игры Tom Clancy's Splinter Cell Conviction, который мы делаем в Монреале. Сэм Фишер вернулся, однако теперь в нем сложно узнать суперагента в обтягивающем костюме, обвешанного шпионскими девайсами. Ибо теперь, обросший бородой в длинном и стрепанном плаще, он больше похож на лицо без определенного места жительства. Вот что с людьми работы делает. А началось все с того, что те люди, которых он когда-то очень уважал, сколотили государственный заговор и постарались вовлечь в него одного из своих самых ценных агентов. Ясное дело, что знатный правдорупый поборник демократии Фишер не стал идти на поводу у злоумышленников. Наш герой попал в немилость своим бывшим начальникам, что, собственно, и сделало его врагом государства номер один. Теперь противниками бывшего агента спецслужб станут не какие-то аморфные террористы, а его прежние соратники и заслуживцы. И чтобы выжить в этом аду, ему придется осесть на дно, стать единым целым с серой толпой. Эмоции от игры сильно изменятся. Это получается такая игра в прятки, ценой в которой является твоя собственная жизнь. Наша игра станет более красивой, динамичной. Здесь нельзя будет где-то отсидеться. Сбежавший герой будет вынужден перемещаться как можно быстрее, чтобы не быть пойманным. Теперь это будут очень острые ощущения, а окружение игры их только усилит. Теперь главный герой будет лишен своих знаменитых навороченных очков, равно как и большинство других изощренных технических устройств. На смену тщательному планированию теперь должна прийти смекалка и умение действовать по обстоятельствам, пользуясь подручными предметами и отвлекая внимание врагов. Разработчики называют это импровизацией. Я думаю, основная изюминка игры это возможность поднять любой предмет окружающего мира и использовать его. Это может пригодиться, чтобы напасть на кого-то или защитить себя, спрятаться. Это настоящая свобода. Я имею в виду не полную свободу передвижения, но свободу действий в предложенном пространстве. Я думаю, очень увлекательным для игроков будет прохождение игры заново, используя каждый раз новые способы решения тех же задач. Conviction позволит ощутить себя в шкуре государственного преступника, почувствовать отчаяние беглеца, оставшегося один на один против бездушной государственной машины. Погружение в атмосферу игры способствует великолепная графика и частые кинематографические приемы, к которым не скупясь прибегают разработчики. Мы прибегли к помощи современных технологий, чтобы все выглядело потрясающе, как в голливудских фильмах. Тут и музыка, и движение камеры, все сделано для того, чтобы игрок чувствовал себя, словно в кинотеатре. Ну, а узнать, каково это быть попавшим в опалу шпионом, геймеры смогут уже довольно скоро. Травль агента Фишер начнется ближе к сентябрю 2007 года. Далее в виртуалити. Недавно в одном из московских игровых клубов состоялся турнир Xbox Russia Games, собравший более 160 участников. Такого масштабного турнира еще не было в России до сих пор. И все самое интересное и необычное из мира компьютерных развлечений. Ну, а прямо сейчас рассказ о самых интересных событиях в мире киберспорта. Россиянин Virtus.pro Alan, являющийся действующим чемпионом мира по Need for Speed Most Wanted, делает неплохие успехи и в новой части гоночного сериала под названием Need for Speed Carbon. На недавнем интернет-турнире Clan Base Open Cup Alan занял второе место, уступив с минимальным счетом 2-3 в финале итальянскому гонщику. Недавно в одном из московских игровых клубов состоялся турнир Xbox Russia Games, собравший более 160 участников. Смею уверить, что такого масштабного турнира еще не было в России до сих пор. Цель соревнований состояла в том, чтобы сформировать команду из лучших игроков, которые будут представлять нашу страну на турнире World Cyber Games 2007, а проще – ВЦГ. Правда, будет еще отборочный этап, так что придется хорошенько попотеть. Надеемся на то, что наша команда, которая сформируется после этого турнира, все-таки пройдет отборочной России и поедет в Сиэтл. Всего было представлено три дисциплины – Fighting Dead or Life 4, гоночная аркада Project Gotham Racing 3 и командный экшен Gears of War. Именно к последней и было приковано наибольшее внимание. После 10-ти часовых побоищ с участием 12 команд был выявлен победитель – коллектив под названием Brotherhood of Steel. Капитан делится секретом успеха. Мы тренировались 3-5 часов в день всей командой, это минимум было для нас. Но так как у каждого свой вид деятельности, каждый чем-то занимается, не всегда получается вместе собираться. Но минимум 3-5 часов вместе проводили, занимались тактикой, разбирали ошибки. Все так, серьезно. Ну что ж, отобрано лучше из лучших, и теперь им предстоит отстаивать честь нашей страны и покорять новые вершины в киберспорте. Болеем за наших! Вице-чемпион мира по версии 2005 года по Warcraft, москвич Дэдман был исключен из одной из сильнейших команд мира – СК – за неспортивное поведение. Все произошло на тренировочном сборе в ходе подготовки к крупному турниру в Германии. Сначала он был неоднократно застигнут курящим в неположенном месте, а затем на этой же почве затеял драку с двумя партнерами по команде. В итоге удрученный скандалом СК не выиграли на важном для их соревнований ни одного матча. И еще одна новость. Правда, уже не из мира киберспорта. На этой неделе популярная программа нашего канала «Икона видеоигр» после небольших летних каникул возвращается в телевизионный эфир, чтобы порадовать всех зрителей обновленным форматом и рассказом о самых громких проектах игровой индустрии. Каких именно – узнаем прямо сейчас. В новом сезоне всех зрителей программы «Икона видеоигр» ожидает масса приятных сюрпризов, это мы вам обещаем. Отправляемся на покорение звездных просторов. Ай! Ну, во-первых, как обычно, «Икона» будет рассказывать из первых уст, что называется, о разработке самых популярных, самых ожидаемых проектов. Вот некоторые из них. Например, игра «Иф Онлайн», самая масштабная онлайн-вселенная, в которой ежедневно слетается более 37 тысяч игроков. Специально для программы «Икона видеоигр» разработчики, которые находятся в Исландии, организовали битву, на которую слетели самые лучшие геймеры из мира «Иф Онлайн». Они устроили там глобальное рубилово. В общем, на это стоит посмотреть. Зрелище просто потрясающее. Далее наша съемочная группа отправляется в Канаду, в офис «Электроник Артс». Все геймеры, любители футбола должны встать и аплодировать, включать «Оле-оле», потому что, наконец-то, впервые в истории программы «Икона видеоигр» мы расскажем о самом пультовом футбольном симуляторе FIFA 2008. Следующие три игры, которые я назову, абсолютно не нуждаются в представлении. Во-первых, это «Сим Сити 5», во-вторых, это «Нитфо Спид», «Про Стрит» и, конечно же, «Крайзис». Не забудем мы и отечественных разработчиков, которые приготовили массу интересных проектов. Во-первых, это игра «Не время для драконов» по одноименному произведению Перумова и Лукьяненко. Также игра «Магия крови». Ну а для всех любителей внедорожных гонок программа «Икона видеоигр» будет посвящена полному приводу «Хаммер 4х4». Все обещания разработчиков мы будем проверять. Для этого в каждой программе будет свой эксклюзивный эксперт. Сейчас мы посмотрим, насколько цифровая техника может имитировать настоящее бездорожье. В качестве экспертов будут выступать игровые журналисты и геймеры со всего мира. Ушанита точно ничего не упустит. В обновленной иконе вас ждут самые смелые эксперименты, как это было в программах «УАЗ 4х4» и «Майкрософт Слай-Симулятор 10». Я Личик Зигзаг Макрек. Всех секретов я, конечно же, вам не раскрою. Так что смотрите «Икону видеоигр». Ну что ж, не забывайте смотреть «Икону видеоигр» и, конечно же, нашу программу. Каждую неделю на канале MTV. А на сегодня это все. Повиртуалили, как говорится, и хватит. Увидимся через неделю. Счастливо. Счастливо.